Здравствуйте, с вами Ольга Мукуси, ведущая менеджера по подбору персонала компании Роско. Всем известна пословица, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Но почему-то не все работодатели держат ее в уме, когда речь касается о мотивации персонала. Конечно, незаменимых людей не бывает, но к чему приводит подобный подход кадровой политики? Поговорим о том, зачем удерживать сотрудников и как это правильно делать. Зачем владельцу бизнеса удерживать сотрудников? Текучесть кадров – это признак недостаточной компетенции руководства. По оценкам экспертов, замена одного сотрудника может привести к потере суммы, эквивалентной его заработной платы за последние два года. Если специалист редкий и высококлассированный, то его уход может серьезно сказаться на показатели прибыли. Процесс найма персонала, в том числе размещение вакансий, отбор резюме, интервьюирование и тестирование соискателей, дорого обходится работодателям. Что же говорить про расходы на адаптацию новых сотрудников, повышение производительности труда и мотивацию кадров? Текучесть кадров может привести не только к подрыву деловой репутации компании, но и к снижению эффективности труда и разладу в коллективе. Ведь люди приходят и уходят, никаких межличностных связей и взаимопоговоренности между ними не возникает. Зачем стараться, если можно в любой момент выбрать другую компанию? Да и какой смысл оставаться там, где тебя рассматривают как очередную штатную единицу? Необходимо помнить про превентивные меры. Речь идет о нами, изначально подходящих специалистов. Крайне важно правильно формулировать тексты вакансий и быть открытым в диалог. Человек должен видеть не только радужные перспективы, но и понимать, что конкретно от него требуется. В противном случае велик риск столкнуться с неоправданными ожиданиями, что зачастую приводит к увольнению по собственному желанию в первые полгода работы. Соискатель должен не только соответствовать занимаемой должности, но и разделять ценности работодателя, корпоративную культуру. Опытный руководитель сразу видит, кто работает в его команде и какие соискатели гармонично впишутся в коллектив. Тут на помощь приходит HR-специалист, который, применяя различные методики отбора персонала, правильно оценивает претендентов и предоставляет руководителю список достойных кандидатов на должность. Найти человека с горячими глазами бывает очень непросто. Кадровый консалтинг – это не просто подбор персонала, а комплексная работа по всем сферам трудовых отношений. Для получения помощи специалистов компании «Роско» позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти перейти по ссылке в описании к этому видео. Что делать, чтобы снизить текучесть кадров? Несомненно, достойная оплата труда и социальный пакет стоят на первом месте при выборе работодателя. У большинства людей. Но этих двух элементов недостаточно. Современным специалистам важно осознать свою ценность для компании, расти как в профессиональном, так и в личностном плане. И если работодатель сможет создать в компании среду, которая способствует раскрытию потенциала каждого сотрудника, то уходить из такой фирмы вряд ли захочется. Необходимо направить силы и энергию на фирмирование атмосферы товарищества, тимбилдинга. Руководителю стоит использовать такие способы развития позитивной культуры, как признание заслуг, премирование, продвижение по службе, публичное выражение признательности. Даже сотрудники со средним потенциалом работают значительно лучше, если компания вознаграждает их по заслугам. Высокоэффективным кадрам важно получить позитивную обратную связь и благодарность от руководства. Лидеры обязаны выстраивать коммуникации с участниками его команды. В противном случае у специалистов может возникнуть чувство, что их не ценят, а не потеряют мотивацию. Следующий важный элемент для удержания ценных и талантливых кадров – обучение. Ведь они будущие руководители. Стоит отправлять сотрудников на тренинги, провести вебинары, предоставить доступ к онлайн-платформам. Обучение можно включить в повседневный график сотрудников. Даже при ограниченном бюджете реально повышать квалификацию кадров, ведь сегодня в сети предоставлено большое количество онлайн-курсов и программ. Подробнее об этом мы рассказывали в одном из наших видео. И самое главное, чтобы специалисты не ушли конкурентам, покажите им перспективы карьерного роста. Создайте некий трамплин. Начните позиционировать ценных кадров как лидеров. Можно предоставить таким сотрудникам доступ к чату с учредителями компании, на котором осуждается глобальная и корпоративная задача. Повышайте прозрачность бизнес-процессов и контролируйте уровень вовлеченности кадров. В успешных организациях сотрудникам представляются больше права и возможностей. Не бойтесь выходить за рамки классических мотивационных стратегий. Рады, что вы досмотрели видео до конца. С вами была Ольга Магуси. Если у вас остались вопросы после просмотра видео, смело пишите их в комментариях к нему. Юристы компании РосКо с удовольствием на них ответят. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будьте в курсе и будьте с РосКо. Редактор субтитров А.Семкин